Привет, зрители! Основное открытие я сделала еще вчера на базе Озон, но сил у меня не было вскрывать на камеру, поэтому вскрываю только сегодня уже к вечеру. Ну как вскрытие, я тут разрезала этот скотч, открыла, вроде как все на месте, закрыла. Вот сейчас при тебя и открою. Как там видно? Видно, видно. Я планшета управляю, для которого это счастье и куплено. Вот тебе было видно, а сейчас мне должно быть видно. Вот у меня теперь удобно стоять эта самая, как звать-то его, планшетка, забудут стоимость. Там какой-то фоновый шум. Кошка у меня, бумажь, ну, в такую пленочку, короче, с крема. Затапала и играет от предыдущей распаковки. Ключик. Я долго выбирала, она две с лишним тысячи стоит. Спасибо тем, кто донатил. Ваши донаты зря не прошли. И она мне еще подойдет под мой маленький смарт-бук, когда я в деревню на следующий год буду, допустим, тайп сделать или что-то еще. Или шортсы монтировать, если мне приспичит именно, чтобы был тот звук, который есть, а не как сжимают InShot с телефона. Потому что, если шортсы у меня будут, тем более, на другую камеру записаны, а PowerDirector, PowerDirector, он не читает файлы Sony. Их читает только Movavi, либо InShot, а InShot сжимает звук. Так вот, ох, она тяжеленькая. У меня планшет где-то на 500 с чем-то грамм или около того. Я отзыв на Арик на него уже оставила. А вот ссылочка на мою страницу на Арике есть на канале и в инфобоксе под каждым видео с теперешним. Так вот, обзор на сам планшет я смонтирую уже попозже. Ну вот, планшет у меня около 500 грамм. И я смотрела, чтобы подставка-то была раза в два хотя бы тяжелее планшета, чтобы она уж точно выдержала. У меня много чего было на выбор. Еще что-то эту я увидела, сразу захотелось. Но меня смущало, что тут очень большая такая пустая рамка. Но я глянула в обзорах, как выглядит планшет на этом. Вот, и она такая типа универсальная под книжку и под ноутбук и под планшет для всего подойдет. И она вроде как полтора килограмма, что ли. Это подставка для ноутбука изначально. Это металл цвет. Бренд Выки Течь. Китай. Профессиональная подставка для ноутбука и планшета премиум класса. Сейчас я выпрямлю свою спинку. Трехуровневая подставка с регулируемой высотой и вращением на 360 градусов. Так вот, насчет кошки. Я не помню, у меня микрофон только на меня настроен. Или вообще полностью все направлены. Если вдруг кошку слышно, значит микрофон все направленный. Трехуровневая подставка. Хорошая конструкция рассеивания тепла. Помогает сохранить здоровье спины. Выпрямляем спинку. Предотвратить напряжение шеи. Надо, наверное, иногда упражнения шеи делать. Складная и портативная 360 градусов. Ну и то, что тут с другой стороны. Несущая способность 8 килограмм. Короче, на нее можно поставить ноутбук, который будет весом 8 кг. Подставка для планшетных ПК. Материал алюминий. Складной размер 26 на 22 на 4,6 сантиметра. Ну или 260 на 220 на 46 миллиметров. Черный. Вес 1 килограмм 550 грамм. Страна производства Китай. Бла-бла-бла. Тут все то же самое на английском. Но приходит в коробочке такой, ну в обычной такой, ближе к коричневой коробочке. А внутри вот эта коробочка. Ну ту коробочку я оставила на базе выдачи. Что-то типа пенопласта. Ух ты блин. Давно я гирю не пягала, потому что для меня что-то эти полтора кг как-то тяжеловаты. Я пообещала стрим в прошлое воскресенье, но по некоторым причинам не смогла его провести. Поэтому извиняйте. Что уж. Тут прорезиненные, просиликоненные фигубины. Три гвоздя. Вот она такая. Изначально я хотела найти свою держалку под книжку. Такую металлическую, советскую. Но кошка тут запрыгнула. Планшет в опасности. И я это самая. Нисколько в опасности, сколько может она тут нажмет на что-нибудь. У меня камера отрубится нафиг. Мало ли на что она своей лапой нажмет. Но я ее куда-то на очень видное место сунула и не могу теперь найти. Тоже что-то типа пенопластики. Ох. Угу. Так вот, тут есть ключик, который как бы закручивает как надо. Уйди животное, не хулигань. Я смотрела, чтобы вот так было. Потому что были какие-то раза в два-три дешевле. Это 2-400 что ли где-то стоило. У меня там еще какие-то 100 бонусов были на Азон. Ну так вот. Которые сами, без такого закручивания их поставишь и будут стоять. Но меня как-то смущало, что они по весу были и раза в два легче моего планшета. Даже несмотря на то, что металлические, я подумала поставиться туда и так. Хлобысь. Все-таки жалко, сколько у меня там 19-18 тысяч обошелся. На тебе еще пакетик. На, на пакетик. Эй, вон туда иди. Не надо на планшет прыгать. А тут как бы... А, вот она открывается. Но уровень мне придется поставить уже вот этим ключочком. Так вот, этот ключочек не везде был. Так, как бы его встабачить-то. А, вот. Наверное, это вот так делается. А, вот здесь вот, короче, вот это просто отсобачивается. А это уже вот так. И оно крутится вокруг своей оси. Я еще думала, надо мне это крутение или нет. А потом, хрен знает, думаю. Вдруг пригодится вот там же в деревне. Нисколько на стриме, сколько в деревне. Чтобы положил там этот ноутбук и провернул куда надо. То он вот так может встать. Сейчас я его попробую тут поставить. Когда тут не очень ровная поверхность. О! Нормально стоить. А сейчас попробую камеру провернуть сюда. Чтобы было видно. О! Вот она, площадочка-то. Поддержать. Ой! И ничего так нормально. Несмотря на то, что тут немножко дырочка идет. Ну, как бы просвет такой. Интересно, он вот так вот встанет. Ой. Ой-ой-ой-ой. Я боялась, что он сюда не влезет. Потому что было непонятно, какое тут расстояние. Вот в этих местах. Вот видите, вот. Где у меня пальцы. А ничего оно влезает. Очень даже если вот. Вот. Я артикул оставлю в инфобоксе и закрепленном комментарии. Если вдруг у кого-то такая же проблема, что нужно поддержка под... Хотела сказать, смартфон. Ну-ка, давайте смартфон. Вот. Смартфон. Ну, вот так он уже, конечно, не влезет, если только вот так. Или вот сюда. Вот так вот влезет. Если кому-то нужна такая же площадочка, там под стримы, мало ли еще под чем, про какие-то видеосвязи. Крутяшка. Вот. Крутится. Вот. Крутится она, не сказать, что легко с таким щелчком. Ну, то бишь, сама она не прокрутится. Крутится. Если ты поставишь ее зрителя, она влюб куда-то. Нет, она так и вот стоит. Кстати, она даже вот нормально вполне ровно стоит на том, что на мягкая тут кровать у нас. Короче, если кому-то нужна такая же вот приблуда для планшета, ноутбука, может под книжку, мало ли у вас там нету держалки. Тут у меня еще деревянная была, но деревянную мне, по-моему, дедушка тогда делал, кому-то она ушла. Может кто-то взял, да, ну, как обычно, вот мне надо для учебы, и она ушла совсем. То вот вам такая штука на мне уже проверенная. Ну, с усилием это все делается, но тут совсем, чтобы уже закрепить, можно собачить этот ключ. Сейчас я вставлю его. Ну, тут уже до упора вот так сделано, хотя не можно еще прокрутить. Или вот в обратную сторону. Короче, если вы гирьку тягали в 8 килограмм, то вы сможете тут закрепить. А если не тягали, найдите, и вы при этом женщина, найдите какого-нибудь сильного мужика. А если вы слабый мужик, потягайте гирьку. Или найдите какую-нибудь сильную женщину физически, чтобы она вам укрепила как надо. Но тут даже в принципе, да, вот, и оно никуда не девается, даже без закрепления. Очень хорошая, удобная фигня. Я еще смущалась тем, что я обычно покупаю какую-нибудь супер дорогую приблоду оптимальными параметрами. Где-то 90% иногда из этих параметров мне нахрен не нужно, я ими не пользуюсь. Где-то треть параметров мне нафиг не нужно, потому что вот я пока еще их не изучила. Ну, короче, я боялась, что у меня будет опять, что я купила, а большая часть как бы... Ой, ой-ой, не то. Как бы и не надо мне. Но с другой стороны я хотела, чтобы оно действительно было устойчивое. Я подумала, ну пусть оно, правда, вот именно это. Раз она мне так вот подмывала, у меня аж голова заболела, когда я это выбирала. Правда, может и не от этого она заболела. Тут вот силиконовые вставки. Вот здесь силиконовые вставки и вот здесь силиконовые вставки. Оно где-то, по-моему, около двух сантиметров, вот эта штучка, да, два сантиметра как. Ну или типа того. Или полтора сантиметра. У меня, по-моему, семь миллиметров высота планшета, не считая вот... Ну толщина планшета, не считая чехла. И оно вполне себе нормально так встает. Тут еще остается местечко. Телефон влезет. Да, телефон влезет. Вот, телефон влезет. Два кг в руки поднимаю, учитывая, что и телефон-то у меня грамм 300, наверное, весит. Тяжеленький. Иногда вот так лежишь, рука устает. Короче говоря, оптимальная такая штука, очень хорошая. Мне понравилось. Я в итоге решила ее приобрести и просто подумала, что даже если не все функции подойдут, я буду использовать на планшете, но в деревне на ноутбуке они у меня точно будут к месту. Вот. Ну и, соответственно, она собирается меньше места, мало места занимает. Но если вы не хотите с собой много таскать, то вот считайте полтора килограмма с собой тащить. Только вот если приехал в деревню, поставил там, уехал обратно, взял с собой. Вот. Если вы решили поддержать мой канал, как раз вот я в свои обычные средства по большей части вкладываю вот все это техническое оборудование для канала, то где-то тут вот, допустим, тут будет облако где-то вот в этой части канал, пардон, экрана. Ну и я, соответственно, скажу вам спасибо. Ну и можете написать что-то в комменты, может кто-то уже с такой штукой пользовался похожей или другой, или именно такой. Я почитаю с удовольствием ваши комментарии, поставлю всем сердечки по возможности. Если будут вопросы, отвечу на них тоже по возможности, когда появится время. Но я стараюсь практически на все комментарии отвечать, если там действительно нужен какой-то ответ. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok